Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Даржо Дугаров. Я советник Лиги Свободных Наций по международным вопросам. Мы начинаем серию передач, посвященных международной политике. Это пилотный выпуск, и сегодня мы поговорим о вопросах, далеких от карты боев в Украине. Конкретно мы поговорим о Монголии, о политической системе Монголии и прошедших в июне этого года парламентских выборах. Монголия является одной из четырех демократий в азиатском регионе. Первой демократией является Япония, второй – Тайвань, на третьем месте находится Монголия, а на четвертом – Южная Корея. Если мы внимательно посмотрим на карту, которую выпускает американская исследовательская организация Freedom House, общественная организация, мы увидим, что Монголия находится посреди тоталитарных государств на большом удалении от любых демократических стран. То есть для того, чтобы, допустим, добраться до Кореи, Кореи надо пересечь коммунистический Китай. По сути, она окружена также и Россией, которая явно не является демократическим государством. Из 100 баллов по уровню демократии в Монголии – 84 балла, из которых политические права – 36 баллов из 40, и гражданские свободы – 48 из 60. В этом она обходит Южную Корею, где политическими правами из 40 пунктов, в Южной Корее – 33 пункта, из 40. Хотя по гражданским свободам в Южной Корее – 50 пунктов из 60. Надо отметить, что за последние годы Монголия совершила очень значительный транзит в сторону парламентской республики. Если до этого, до 2021 года можно было уверенно говорить, что в Монголии смешанная политическая система, где выстраивалась сильная и президентская власть, и парламентская, то с 2021 года президентская власть была ослаблена. Притом это было совершено сознательно для того, чтобы нейтрализовать попытки вмешательства соседей, то есть Китая и России во внутренние дела Монголии. Понятно, что если у вас государство может управлять через одного руководителя, и если коррумпировать или как-то подчинить себе руководящую должность, то было бы проще сделать так, чтобы Монголия перестала бы со временем быть демократией. Но Монголия мудро поступила, что в 2021 году они провели конституционную реформу и лишили президента права баллокироваться на второй срок ни при каких обстоятельствах, хотя президентский срок увеличен до шести лет, чтобы президент мог совершить какой-то, то есть выполнить без перевыборов обещанную им программу. Но мы бы хотели больше поговорить про выборы этого года. Почему? Поскольку в 2022 году, как известно, Россия напала на Украину, и Монголия стала важным фактором во внутренней политике, в том числе и России, поскольку на территории России проживают четыре близких, родственных монголам над народом. В первую очередь это буряты, которые являются соседями, приграничная территория. Также следующие крупные нации это калмыкии и тувинцы. Кроме того, к монголоязычным можно отнести часть тюркских племен Алтая. Мы знаем, что до 30-х годов существовала Монгольская Алтайская Республика, которая была полностью признана, и современные населения Алтая мало помнят о том, что оно вообще-то имеет монгольские корни. Итак, поговорим о политической системе Монголии. В монгольском парламенте заседает две крупных партии. Первая партия — это Народная партия, бывшая социалистическая монгольская народно-революционная партия, которая поменяла свою политику, свою идеологию, и нынче заявляет, что это социал-демократическая партия. Следующая партия, крупная партия — это демократическая партия Монголии. Также есть более мелкие партии, такие как правоцентрическая рабочая партия, новая партия — национальная коалиция, и также, в принципе, новая партия «зеленых», основанная сестрой создателей демократической партии Зорика, который погиб еще в 90-х годах. Чем интересны выборы вот этого года? Тем, что демократическая партия после сокрушительного поражения на выборах 2020 года, когда в парламент Монголии вошли только 11 депутатов от демократической партии, в этом году демократическая партия смогла занять второе, уверенно занять второе место и нарастить количество своих представителей до 68. В этом году количество мест в парламенте Монголии увеличено до 126 депутатов. По результатам июньских выборов в парламент прошли 68 депутатов от Народной партии, 42 депутата от Демократической партии, 8 депутатов от Народной рабочей партии, Национальной рабочей партии. Затем Национальная коалиция взяла 4 места, это новая партия, и партия «зеленых» также 4 места. По итогам выборов Народная партия, Демократическая партия и рабочая партия сформировали правительственную коалицию. Теперь о перспективах внешней политики Монголии. Монголия традиционно придерживается очень консервативной политики. Это вызвано тем, что Монголия зажата между двумя крупными недемократическими, тоталитарными государствами, в первую очередь Россия и Китай. И у Монголии всегда были тяжелые, довольно-таки тяжелые отношения, хотя, несмотря на то, что многие годы считают, что Монголия якобы союзник России и трое же, тем не менее, Монголия всегда настороженно относится к России. Россияне ошибочно считают, что монголы настроены пророссийские. Начиная с 90-го года, вектор монгольской внешней политики развернулся полностью на Запад. Буквально вчера я читал в новостях, скорее всего, это вброс, что якобы в этом году Монголия полностью отказывается от преподавания русского языка. В сентябре этого года Монголия полностью откажется от преподавания русского языка в средних школах. Видимо, это чей-то вброс в медийное пространство. На самом деле, Монголия еще в 90-х годах отказалась от преподавания русского языка. И лишь в начале нулевых, по просьбе Путина, в монгольских школах стали преподавать русский язык один день в неделю и только один год. В седьмом классе. И по опыту своего общения с монголами, своего поколения, младшим, я знаю, что в нынешней Монголии русским языком владеют очень плохо. И это для нас, наверное, очень хорошо. Основным иностранным языком в Монголии является английский. Они активно его изучают. И в российские вузы практически очень мало монгольских студентов идет поступать. В Монголии была только одна российская школа, и то программа ее была свернута 3-4 года назад. Оказалось, что директор этой российско-монгольской школы во-первых, занимался коррупцией, госпожа Санзан, а также выпускники этой школы являлись не то чтобы агентами, но агентами влияния пророссийских сил и министром образования Монголии несколько лет назад удалось удалить этого директора с важной этой позиции. И с тех пор программа в этой школе практически свернута. Поговорим немного о перспективах монгольской внешней политики. Несомненно, в данный момент Монголия очень внимательно смотрит на события, происходящие в России и в Украине. С чем это связано? С началом войны российскими властями были брошены тысячи представителей монголоязычных народов России, на фронт в качестве пушечного мяса. Это не могло не сказаться на настроениях в той же республике Бурятия, республике Тыва. Десятки тысяч людей бежали из России в Монголию, ища политического убежища, поскольку никто не хотел погибать на войне в Украине, быть мобилизованным. И в частности, Лиге Свободных Наций и Бурятскому национальному движению, движению Бурят-Монгол-Эркетен, удалось договориться с монгольскими властями, обратиться к президенту, премьер-министру, главе парламента, чтобы беженцев из России Монголия могла бы беспрепятственно у себя разместить, дать им гуманитарный коридор покинуть Монголию в любую другую страну, которую бы они пожелали. На данный момент более 200 тысяч человек покинули Россию через КПП Алсанбулак, и понятно, что десятки тысяч из них это жители Бурятии мужского пола призывного возраста. Конечно же, для Монголии это стало очень большой проблемой. Это, по сути, гуманитарная проблема, гуманитарный кризис. И Монголии пришлось срочно решать вопросы размещения этих людей и обеспечить для них работы, предоставление вида на жительство, долговременных виз. И Монголии удалось очень элегантно выйти из этой ситуации, поскольку они не хотели ломать вот эту устоявшуюся систему между Россией и Китаем, когда они зажаты и, по сути, не могут проводить очень смелую внешнюю политику, в особенности в отношении монголоязычных народов на территории России и Китая. Тем не менее, они нашли выход тем, что стали предоставлять долговременные учебные рабочие визы по первому уже предъявлению человеку, который выехал из Бурятии, допустим, он может очень легко получить такую визу и учиться в Монголии, изучать монгольский язык, так же, как любой человек может выехать, мог в прежние времена выехать, допустим, в европейские страны и начать изучать язык и остаться там. Та же самая сейчас процедура работает в Монголии. Несомненно, вот эта ситуация стала очень тяжелой для монголов, но мы видим, что Монголия настроена лояльно к бежавшим из России людям, подлежащим мобилизации, в особенности вот эти настроения, не скажу, что это по-монгольским настроениям, но понимание того, что это такие же монголы и такие же монголы и Монголия, как ведущее монголоязычное государство в мире, оно было вынуждено проявить вот эту отцовскую или материнскую заботу. Мы это увидели особенно в 2023 году, когда из Казахстана прилетел в Улан-Батор лидер айрат-калмыцкого движения Батор-Бармарангане, у которого закончился российский паспорт, Монголия не смогла его принять, к сожалению, по формальным причинам, но мы увидели, что настроение внутри монгольского общества, как внутри элит, и также среди обычного монгольского населения настроено про-монголоязыч, настроено лояльно по отношению к беженцам из Бурятии, Калмыкии, Пивы. Конечно, вот такой визит Батора Бармарангане вызвал некоторый правительственный кризис, и было слышно очень много заявлений о том, что наше монгольское государство заявляет, что оно является покровителем всех монголов мира, что мы проводим такую внешнюю политику, но когда к нам приехал один такой лидер из Айрат-Калмыцкого народа, почему мы не можем его понять, даже если у него нарушение миграционного режима, когда он приехал с просроченным паспортом, кстати, просрочен он был всего лишь на несколько часов, и, к сожалению, поскольку произошла такая патовая ситуация, когда вроде бы есть нарушение, но общество и элиты настроены про-мигрантские, так скажем, про-бурятские, про-калмыцкие, выход найден был тем, что монгольские власти, они договорились с Соединенными Штатами и сделали гуманитарный коридор для Батара-Бармаганы. И в нынешней ситуации, в данный момент мы не можем предсказать резкого сдвига монгольской политики. Обычно, когда монгольский президент является представителем демократической партии, и парламент, особенно, когда парламент больше количества представителей демократической партии, то обычно в такой ситуации в Монголии придерживаются более прозападной линии. В данный момент в Монголии примерно не то чтобы поровну, но коллекционное правительство между демократической партией и народной партией. Народная партия ни в коем образе не является настроенной пророссийской или прокитайской. По моим наблюдениям в Монголии такие настроения совершенно непопулярны. Просто внешняя политика народной партии более осторожная. Она считает, что не стоит зря тормошить этого российского медведя либо китайского дракона как-то вырулить. Демократическая партия более смелая, более прозападная и в данный момент у них баланс. Поэтому я думаю, что скорее всего резких сдвигов во внешней политике не будет, но данная ситуация, международная ситуация для Монголии также окно возможностей, поскольку скорее всего Монголия оценивает, что Российская Федерация в ближайшей перспективе потеряет полностью какой-либо вес и будет уже проводить более смелую политику в отношении тех же бурят либо калмык калмыков тех же туинцев. В данный момент в комитетах монгольского парламента идет обсуждение среди депутатов. Это еще не вышло на общее парламентское обсуждение, но внутри комитетов идет обсуждение о том, чтобы выработать политику помощи жителям Бурятии, Тувы, Калмыкии в ситуации, когда они вынуждены подвергаться насильному отправлению на войну в Украину. поэтому монгольские политики пытаются выработать общую стратегию, чтобы иметь возможность оказывать помощь в первую очередь тем, кто бежал с войны, а также начать более активную политику на, ну, поскольку влияние России на территории той же Бурятии, я имею ввиду интеллектуально ослабла, та же Бурятия в данный момент считается наиболее сепаратистски настроенным регионом во всей России, это данные российских исследовательских институтов, и поэтому настроения промонгольские в Бурятии растут, также такие настроения растут в Калмыкии, к сожалению, в данный момент мы не видим такого всплеска промонгольских настроений в республике Тыва, но это связано с отдельными персонажами в российской политике, всем известными, но тем не менее промонгольские настроения в той же Бурятии и Калмыкии значительные, поэтому еще в прошлом, позапрошлом году Россия пыталась делать очень нелепые, неумелые шаги контрпропаганды, приезжали российские московские политтехнологи в тот же Улан-Утэ, либо в Иркутск, читали лекции, где они заявляли, что буряты это не монголы, что ничего общего нет у них, что к истории монгольской нации, истории монгольского государства буряты никакого отношения не имеют, это же полная глупость, и понятно, что такими очень примитивными методами вряд ли российская власть добьется что-либо, поскольку оторвать бурятскую нацию, калмыцкую, айратскую нацию от материнской Монголии довольно-таки проблематичная, и мы видим, что Монголия более внимательно теперь присматривается к Бурятии той же, той же Иркутской области, где компактно проживают буряты и за Байкальскому краю. Также еще дополнительно несколько слов про нынешний состав монгольского парламента. Интересный факт, что в нынешний парламент великий народный Урал Монголии прошло много молодых людей, состав очень сильно обновился, вероятно, это такая мировая тенденция, когда в парламент проходят молодые люди, известные инфлюенсеры, те, кто генерирует общественное мнение через интернет-медиа, через Твиттер, Фейсбук и так далее. То есть довольно-таки молодой состав, очень много молодых депутатов. В этом ключе можно ожидать, что эти молодые люди, которые никак эмоционально, никак не связаны с Россией, никогда не жили в социалистической Монголии, которые говорят на английском языке свободно, не знают русского языка, зарабатывают на современных технологиях, живут, вернее, они обучились в Японии, в Америке. Среди этих депутатов очень много людей, которые окончили университеты за границей в Японии, Европе, Южной Кореи и Америки, то понятно, что такие политики никогда не будут проводить пророссийскую политику. И, следовательно, мы можем ожидать, что Монголия еще дальше будет отдаляться от социалистического прошлого, когда Россия была доминантной и Монголия шла в фарватере российской политики, в противовес выполняла функцию буфера между Китаем, теперь же Монголия пытается проводить намного более суверенную политику. И в своей международной политике исходит из национальных интересов, прагматизма, в первую очередь экономического. Понятно, что в экономическом плане Россия не контрагент для Монголии, хотя так же, как для многих государств в той же Украине, если Россия пыталась проводить в свое время газовый шантаж, также проводим в отношении Европы, такую же политику Россия пытается проводить в отношении Монголии, перекрывая то электричество, то поставку топлива, завышая цены, либо полностью прекращая поставку топлива. Но за последние два десятка лет Монголии удалось построить собственные мощности по генерации электричества. Кроме того, Монголия начала собственную добычу природных углеводородов. Следовательно, она в этом плане уже менее зависит от России. Следовательно, у России нет рычагов давления на Монголию в вламывании рук. Но, тем не менее, все равно Монголия, еще раз повторяю, придерживается консервативной и осторожной политики. И это видно по голосованиям в той же Генассамблее ООН, когда Монголия, несмотря на то, что она поддерживает жителей Бурятии, Калмыкии, Тувы, солидарно с нами, напрямую работает с Лигой Свободных Наций, напрямую работает с бурятским национальным движением. Мы имеем прямые сообщения с парламентом, с правительством, имеем связь с президентской администрации Монголии, но тем не менее во внешней политике пока что Монголия будет придерживаться консервативной политики, очень сдержанной и показывая некоторый нейтралитет, но тем не менее этот нейтралитет прозападный и прозападный бурятский. калмыцкий. Мы можем ожидать, что Монголия будет проявлять больший интерес бурятам, больший интерес калмыкам, не только на основе общего прошлого, но также в ключе в том, чтобы предугадать, предвидеть гуманитарный кризис. Монголия не такое большое государство, хотя монгольская экономика довольно-таки крепкая, стоит крепко на своих ногах и монгольский туриб является более твердой валютой, российский рубль, тем не менее Монголия ведет очень осторожную политику. На этом мы закончим наш первый выпуск. Надеюсь, вам понравился. Это пилотный выпуск и со временем мы будем улучшать нашу работу и до встречи в эфире. Спасибо.